Приветствую вас, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Феликс. И сегодня я хочу продлить свой видеорассказ о том, как я открывал свою Америку. И с прошлого видео, если вы помните, я рассказывал, как я работал на автозаправочной станции и учился на курсах английского языка. Работал я до двух часов дня, а с трех часов дня у меня были курсы. Но, кроме всего, в Америке, потому что мы приехали с маленькими детьми, моему сыну тогда было годы 8 месяцев, и мы не работали, потому что у нас не было английского, государство нам дало, так сказать, помощь такую. То есть нам давали талоны на питание для ребенка и помощь, часть денег на оплату квартиры. Но за это я должен был, то есть один из членов семьи должен был работать, волонтерить, бесплатно работать. Естественно, моя жена была с детьми, а я пошел работать. То есть три раза в неделю, три дня в неделю я должен был идти работать бесплатно. Там был выбор такой. Мы должны были работать в компаниях нон-профит, то есть в тех компаниях, которые не зарабатывают. Это такие черчи, то есть это церковь, то есть вот такие организации нон-профит. А я, конечно, выбрал поближе, которая должна быть ко моему дому. Это была церковь, католическая церковь. И на мое везение получилось так, что в этой церкви был как раз ремонт. Естественно, я таскал камни, они разбирали стену, меняли стены. Ну, в общем, делали капитальный такой ремонт, и я был там черно-рабочим. Ну, что делать? Надо было отрабатывать ту помощь, которую нам давали. Значит, с утра я работал с 6 утра до 2, потом я шел на курсы, и три раза в неделю я отрабатывал в церкви. Вы знаете, первая встреча, меня встретили в церкви, там главный поп проводил со мной собеседование. Представляете, я вообще ноль в английском, ну, вот пытаюсь несколько слов связать, и он, так сказать, очень подошел, очень хорошо, снисходительно, с пониманием, и пытался, так сказать, мне помогать что-то говорить. Как-то пытался со мной разговаривать, хотел узнать, как же на Украине живут люди. Ну, ему, конечно, не очень повезло, потому что многое рассказать я ему не мог, в связи с тем, что английского не было. А через определенное, через некоторое время, вот такой вот жизни, я начал искать работу, то есть работу на чек, потому что на автозаправке это было на кеш. Вот. Ну, я должен был искать работу, потому что так дальше, так сказать, этих денег не хватило. И мне родственники помогли сделать резюме, то есть это бумага, на которой описаны все мои предыдущие работы, мое образование, естественно, все с Украины. И я начал ходить на интервью с моим минимумом английского, все-таки я начал ходить на интервью. Хочу рассказать одно из моих интервью. Небольшая компания ООО, а по специальности я механик-холодильщик, всю жизнь работал на Украине холодильщиком. И решил по своей специальности. Пришел на интервью в небольшую компанию, и, значит, два хозяина решили со мной побеседовать. Им крупно не повезло, они поняли, что со мной тяжело говорить, но они решили увидеть, вот что я могу действительно сделать практически. Завели меня в цех, и главное для них было, это смогу ли я определить неисправность поломки. Ну, это для меня вообще не было никаких проблем, большой опыт работы, я любил свою специальность. Конечно, я определил неисправность, и сразу же отремонтировал, сваркой владею нормально. Им это понравилось. И вот мы вернулись опять в кабинет, и они между собой ведут такой разговор. Да, он нам подходит, но как же он будет общаться? Мы что, должны будем нанять ему переводчика, чтобы переводчик с ним ездил? Ну, естественно, они поняли, что я им не подхожу из-за этого. Но что они сделали хорошее для меня? Они дали мне хороший совет. Они посоветовали мне пойти учиться по своей специальности и получить образование американское. Именно по этой специальности. Во-первых, мне легче будет найти работу. И во-вторых, мне будут платить не минимум, а в зависимости от моего образования, значит и зарплата у меня, заработок, будет совершенно другой. И они даже дали мне несколько адресов колледжей, где по моей специальности можно пойти учиться. Я прислушался к этому и пошел в один из старейших колледжей здесь, в Бостоне, которому 90 лет. И попробовал, сдал экзамены очень просто для меня, потому что для нас, для советской школы, так сказать, было просто математика, физика. Для меня это все было просто. В то время, когда со мной сдавали экзамены американцы, и они в этом, так сказать, им было немножко тяжеловато, потому что все-таки наша советская школа была намного лучше. Я имею в виду образовательную школу, общеобразовательную. Я сдал экзамены и пришел на собеседование к декану и попросил его. У меня есть просьба, чтобы сначала зайти на любой урок. Хочу просто послушать, или я смогу понимать преподавателя, вот о чем он говорит, смогу ли я понимать. У меня еще был небольшой диктофон, то есть на всякий случай я взял диктофон и еще записывал. То есть я посидел пару часов на занятиях, записал. Понял я, конечно, процентов 30 где-то так приблизительно, но пришел домой, прослушал то, что было на диктофоне, то есть я с паузами прослушивал, ну и еще процентов 20, где-то процентов 50-60. В общем, я понял. И все-таки решил пойти и учиться. Значит, днем я не мог уйти учиться, потому что я работал, поэтому решил пойти на вечерние. Поэтому у меня была три дня в неделю работа на автозаправке, три дня в неделю у меня была школа языка, но вскоре я ее уже закончил. Там всего-то дали 6 месяцев обучения. И три дня в неделю у меня была работа в церкви, то есть бесплатная, как волонтир. А ходил я вечером в колледж, который с 7 часов вечера и до 10. Вот. В полодиннадцатого приезжал домой и садился делать уроки. Но уроки для меня было совершенно не так, как для американцев, потому что мне каждое слово надо было перевести, чтобы понять, о чем вообще идет там речь. Поэтому я переводил со словарями каждое слово и плюс ко всему еще писал его по 100 раз, для того, чтобы мне легче запомнилось это слово, как оно пишется и зрительно просто легче запоминается. Таким образом, я учился по специальности, по своей специальности холодильщика. И ко всему, плюс ко всему, это была еще школа английского языка. В этом колледже я был единственный в группе, кто не говорил по-английски. То есть там было 35 человек, и я один, кто, так сказал, иметь проблемы с английским языком. И вы знаете, вначале на меня смотрели, как на диковинку, потому что я открывал рот, и все смеялись. Молодежь все-таки была. Я там был не самый молодой, а наоборот, один из старших в группе. В основном была молодежь после школы. Максимум люди были 25-28 лет. А мне тогда уже было почти 43. Естественно, они на меня смотрели, как на диковинку, до тех пор, пока не начались практические занятия, лабораторные работы. Вот тут-то это был мой конек, потому что это моя специальность. У меня не было никаких проблем определить неисправность и взять в руки инструмент и все это делать. И вот когда они все это увидели, они начали кучковаться со мной. То есть нам давали группы, то есть работа в группах. И, естественно, каждый хотел работать со мной в группе. И мне было неплохо. Почему? Потому что практически я мог это делать, я делал быстро. И люди из группы моей, они делали описание. Вот это для меня было тяжело. Поэтому мы совместили, то есть наша группа, я делал практически, обучал их, как это нужно делать. Они делали описание. И таким образом у нас группа всегда была на первом месте, всегда первые и всегда были лучшие. То есть они поняли, что со мной можно иметь дело, что я в этом понимаю, и мой практический опыт, конечно, играет большую роль. Я сдавал тесты, экзамены, и закончил этот колледж на 4,5, если говорить оценками русскими, российскими, советскими. А здесь совершенно другие оценки. Здесь 100%, 90%, 80%. Я закончил колледж на 95%. То есть это было очень здорово. И мало того, в конце у нас была возможность сдавать государственный экзамен по желанию на лайсенс. Что такое лайсенс? Это такой документ, по которому дается право открывать свою компанию. Имея лайсенс, человек может открывать свою компанию, покупать газы, фреон, потому что без этого никто не продаст. И я все-таки решился, заплатил деньги, для того, чтобы у меня приняли государственный экзамен. И я сдал все сертификаты, все экзамены, сдал на отлично. И у меня открылась дорога в будущее. Что очень положительное в этом колледже было, то, что после окончания они обязались устраивать нас на работу. А проблема в Америке в том, что самое тяжело это найти первую работу. Почему? Потому что работодатель, прежде чем принять вас на работу, связывается с предыдущим работодателем. И предыдущий работодатель должен дать о вас характеристику. Иначе никто вас на работу не примет. В данной ситуации так называемым рекламодателем выступил колледж. Они дали мою характеристику, как я учился, как я практически, что я делал, что я был отличником. И это помогло мне найти работу. Первая работа была небольшая американская компания по обслуживанию холодильных машин, больших магазинов, молов, кондиционеров и машин. Ну, естественно, они по собеседованию, после собеседования со мной хозяин, молодой парень, он понял, что со мной лучше не говорить, меньше говорить, а лучше дать инструмент, машину, и я покажу, что я умею делать. они мне дали автомобиль, и каждое утро у меня было такие задания, инструмент в машине, все было мастерская, и я ездил по всему штату, по всему штату, вот, они заключали договора с большими магазинами, с большими ресторанами, молами, и моя работа была какая? Самое интересное тогда, то, что мне доверили, на крышах все оборудование в таких вот больших магазинах и молах на крышах, и я должен был вот на крышах мыть кислотными специальными растворами мыть вот это оборудование, потому что оно на улице, оно пыльное, оно грязное, пока мне доверили вот такую работу, и естественно платили не очень большие деньги, но я был счастлив, потому что это была уже государство, была уже работа на чек, и все, уже никаких пособий мне никто не давал, и мне не надо было больше ходить в черч, в церковь, волонтерить там, потому что я работал уже на чек, и уже как обычные американцы должен был работать и все, уже никаких пособий не было нам положено, вот, и я проработал вот так, конечно, это было не очень приятно на крышах работать, таскать оборудование наверх на крышу, все это мыть, все это спускать, но мне надо было работать, и я проработал таким образом 8 месяцев, и начал искать себе работу, работая здесь, начал искать себе работу больше по своей специальности, и чтобы это было вот в одном месте, потому что ездить, колесить по штату, это, конечно, не очень большое удовольствие, стоишь в пробках, в трафиках, ну, очень много времени терял вот на эту езду, и я проходил интервью, и уже в своих резюме я писал вот эту первую работу, вот эту компанию, уже была первая работа, значит, следующий работодатель мог позвонить и поговорить с хозяином компании обо мне, и попал я, проходил интервью в одной компании, небольшой завод, где изготавливали маленькие холодильники для медицинских лабораторий, прошел интервью очень хорошо, ну, и сказали, хорошо, мы вам, мы решим и мы вам позвоним, подходите вы нам или не подходите, проходил следующее интервью, решил попробовать в отельном бизнесе, то есть в гостиничном бизнесе, там были такие позиции инженер, сменный инженер, тоже прошел интервью, и то же самое мне сказали, мы вам позвоним, буквально через четыре дня, в один день, мне пришло два письма, в которых было два оффера, что такое оффер, это предложение, то есть они предлагали мне работу, и на заводе, и в гостинице, вот, и предложили работу, и те, и те, то есть вот сейчас наступил самый тяжелый момент, потому что надо было делать выбор, а как я без опыта жизни в Америке мог делать выбор, откуда я знал, где лучше, или на заводе, или в гостинице, ну, в общем, я думал, советовался с людьми, и пришел к мнению, что я пойду работать в гостиницу инженером, я пришел на работу, и хочу вот рассказать интересную вещь, мне дали тренинг буквально один день, а работа у меня была такая, я был сменный инженер, вторая смена, самая тяжелая смена, поэтому, в принципе, и мне дали работу, потому что на второй смене мало кто удерживался год, почему, потому что люди, гости приходят с работы, приходят вот с командировки, люди приезжают, приходят в гостиницу вечером, где-то к пяти часам, и в гостинице начинается оживленная жизнь, за что отвечал сменный инженер, во-первых, я был один на всю смену, на весь отель, я отвечал за все, что, за всю технику, за электричество, за канализации, за водопровод, за охлаждение, за отопление, за замки, за освещение, в гостинице были три ресторана, и за оборудование, кухонь, вот этих ресторан, тоже отвечал я один человек, была прачечная, у меня было радио, каждую минуту мне на радио менеджер давал новую заявку с того или другого департмента, куда я должен был пойти и ремонтировать тот или иное оборудование, даже моменты такие, что в номерах, в номере есть сейф, кто-то потерял ключи от сейфа, то есть я должен был прийти, высверлить замок, поставить новый замок, но, что самое тяжелое было, первое, радио, во-первых, много людей в гостиничном бизнесе работают испаноязычных и работают французоязычных и вот когда говоришь по радио идет сильное искажение, поэтому и так небольшой опыт английского у меня был, плюс еще искажение, вот это для меня действительно было серьезное испытание, но в течение где-то двух недель я адаптировался к этому радио и уже начал работать, плюс они адаптировались к моему английскому, говорят, что русскоязычные немцы у нас английский с сильным таким тяжелым акцентом, они говорят hard accent, ну что же, они привыкли к моему английскому с моим акцентом, я привык их к испанским и французским акцентам и вот так вот я и работал в этом отеле начинал я работу с пяти вечера до двух ночи вот такая была у меня работа приезжал пока домой где-то к трем естественно я свою семью не видел потому что они утром уходили я еще спал я уходил на работу они еще не приходила жена не приходила с работы дети с садика школы вот так я работал не видя семью был у меня один выходной в понедельник вот такая была у меня интересная работа но это дало свой так сказать я получил свой опыт я получил свой опыт и я очень доволен этому во-первых английский стал немножко лучше я стал понимать вообще как какое взаимоотношение между работниками ну в общем было взаимное уважение и ко мне привыкли но хочу обострить внимание вот о чем первый вечер когда меня один из инженеров давал тренинг вообще показывал гостиницу и со мной разговаривал водил меня в курс дело он американец мы где-то часов в 10 в 11 немножко приутихла работа мы сидим с ним и он говорит where are you from откуда ты приехал я говорю I'm from Ukraine я с Украины он говорит о да да я знаю это Южная Америка да и вот тут для меня был шок американцы люди занимаются в школах потому что программа там очень интересная я сделаю сейчас сравнение с нашей школой у нас ученик обязан изучать историю географию арифметику все предметы географии и истории обязан для разностороннего развития человека в американских же школах они берут то что они считают нужным ну естественно арифметика математика это дается но вот углубленное изучение он хочет он учит не хочет он не берет историю и географию по желанию поэтому этот человек закончивший школу и закончивший колледж он даже не знает вот я не знаю он не уверен что он знает хорошо географию Америки а всего остального мира тем более и когда я его спросил а как это ты не знаешь где Украина где другие страны а мне это не нужно я изучал то что мне нужно я знал куда я пойду учиться кем я хочу быть и я изучал то что мне надо ну естественно у меня было несколько часов ночью и я прочитал его политинформацию что такое Украина что это не Раша как они говорили все кто приезжает из бывшего Советского Союза все для них Рашин все для них русские не имеет значения ты приехал с Узбекистана с Казахстана с Украины с России с Литвы ты русский все вот такое вот клеймо дается русский ну ничего страшного русский значит русский и вот я ему рассказал очень многое он не знал про войну про Великую Отечественную войну он считал что войну выиграла Америка так их учили в школе и я ему все рассказал как мой отец прошел войну с 42 по 48 год и закончил войну в Берлине его ранения все ему рассказал очень многое о чем он даже не имел никакого понятия и самое интересное что он не обиделся наоборот он меня зауважал потому что я знаю намного больше чем он и более более развит чем он оказался и потом когда я начал работать и всего в нашем отеле работало 7 инженеров то есть 6 работало днем и 1 работал сменный вечером во вторую смену и еще 1 работал ночную смену поэтому когда многие иногда получалось что мне давали дневную смену буквально может быть в месяц 1 раз вот так получалось вот я встречался со всеми остальными инженерами так вот они мне рассказывали что да Джек рассказывал как ты ему рассказывал о Украине о вообще о бывшем Советском Союзе он многого еще этого и не знал поэтому они меня зауважали и когда видели как я работаю зауважали еще больше только единственное они меня учили что нельзя так работать как мы привыкли у них прозвенел звонок 15 минут в течение утра до обеда нужно идти на перекур бросай все идешь на перекур я стоял работал они сначала мне указали нет ты не имеешь права это делать все ушли на перекур и ты обязан идти на перекур я говорю ну надо же доделать работу работа никуда от тебя не уйдет придешь и доделаешь вот так они меня обучили американскому методу работы это было немножко не с руки мне первое время но потом я привык и научился работать так как нужно работать по американским законам по американским правилам они очень хорошо ко мне относились помогали мне если я например не знал кое-какие инструменты таких инструментов у нас в союзе не было они мне показывали рассказывали обучали как этими инструментами работать и вообще ко мне все отделы гостиницы ко мне относились очень хорошо с уважением и потом через время каждый раз в год менеджер главный инженер вот например нашего отдела раз в год делает ревью что такое ревью это значит за прошедший год он делает тебе ставит оценку как ты работал на что тебе нужно обратить внимание что нужно улучшить или если не нужно улучшить в общем вот такое делается ревью так вот мое ревью через год было отличное единственное что он сказал конечно улучшить коммуникейшн то есть улучшить разговорную вот речь это единственное и то он сказал что за год у меня был большой сдвиг и они очень довольны моей работой и когда я ему сказал у них положено после каждого ревью давать повышение зарплаты на определенный процент он сказал да все хорошо только зарплату мы пока не можем поднять у нас сейчас бизнес не очень хороший и я понял что мне нужно искать другую работу работая здесь в этом отеле выходной день у меня был выходной день у меня был понедельник я начинал искать следующую работу если вам понравилось мое видео пожалуйста подпишитесь на мой канал поставьте лайк и напишите коммент благодарю вас всех вам благо до Продолжение следует...